Турция – это страна по большей части горная, поэтому и климат имеет часто высотную зональность. В Турции прекрасно работает туристический сервис. Это связано с наличием морских курортов, а также с множеством разнообразием достопримечательностей. Красивые пейзажи. Прекрасные экскурсии. И природный архитектурный шедевр. Бассейн Клеопатры – это теплый термальный источник, в котором по преданиям купалась сама египетская царица Клеопатра. Температура в этом источнике круглый год 36,6 градусов по Цельсию. Стоит погрузиться в прозрачную воду и миллионы пузырьков покрывает все тело. Десятки античных руин в Турции. Сверкающие каскады по мукале, подобно застывшему леднику или внезапно замерзшему водопаду, с травертинами в форме удивительных бассейнов, наполняющихся минеральной водой. Это поистине уникальное творение природы. Горячие источники, сбегая по горным уступам, постепенно образовывали на склонах белоснежные звездковые отложения. До сих пор не совсем понятно, почему отложения по мукале сформировались в гладкие террасы, так как в мире нет больше крупной области горячих источников подобных правильных форм, но это только прибавляет им значимости. Хлопковый замок назвали местные жители. И, конечно, куда же без моря. Средиземное море прекрасное. Оно располагается между Европой, Африкой и Азией. По солености Средиземное море в процентном соотношении имеет 36-38%. Это по сравнению, если взять Черное море, 18% солености, Азовское 14% солености, Балтийское 6% солености. Средиземное море по солености, оно чуть ниже, чем Красное море. Здесь прекрасная галька. Очень красочные и ровные камни на пляже. Иногда даже кажется, что галька разрисована какими-то красками. Вода очень прозрачная, и камни прям хочется собирать, делать какую-то мозаику из них. Очень красиво. Ну и, конечно же, куда же без турецкого гостеприимства. Очень прекрасные там повара. Иногда шеф-повар приходит в зал и угощает своим блюдом гостей. Ну и, конечно же, Средиземное море славится своими оливками. Турция поставляет оливки и оливковое масло во все страны мира. И представить себе национальную кухню этих стран без оливок и маслин невозможно. И вообще, флора Турции очень разнообразна. Она включает около 6700 видов растений. Более трети видов очень древние. И нигде, кроме Турции, не встречается вообще. Такие, как китайская роза, она же гибискус китайский, она же каркадея. Растения очень широко используются в декоративном садоводстве. Особенно вид китайская роза. Они также выращиваются, как комнатные растения. Также есть гибискус коноплевый или кенап. Дает отличный предельный материал. Для чего и разводится во многих тропических странах. Температура воды в Средиземном море, именно в Кемере, вот возле Кемера, на протяжении всего лета держится 25 градусов. Природа там прекрасная. Можно отдохнуть замечательно. Ну а температура в зимний сезон в Средиземном море держится 17 градусов. И вообще в Турции есть какой-то особый колорит не только в природе и истории, а и в поведении местных, в достоинстве, что ли. Даже торговцы редко навязывают свой товар и не ведут себя бесцеремонно, как и во многих других городах. А умело завлекают в свои магазины покупателей, угощают их чаем. А море вообще замечательное, теплое, соленое. Но отдохнуть песок прелестный. Эта галька завораживает. Ну а берега Турции умывают сразу четыре моря. Средиземное, черное, эгейское и мраморное. Общая длина береговой линии Турции около 8 тысяч километров. Каждая из морей имеют свои особенности. Средиземноморская береговая линия Турции протянулась более чем на полторы тысячи километров. Параллельно побережью тянутся горные массивы. Средиземное море в два раза солонее, как я сказала, чем черное. И Средиземноморское побережье Турции часто называют Турецкой ривьерой. Самые лучшие курорты предлагают туристам отдых на берегу Средиземного моря, признанного ЮНЕСКО одним из самых чистых морей в мире. О городе Хейераполис я расскажу немного. Первое поселение и постройки на этом месте возникали более 4 тысяч лет назад. Но город Хейераполис, оставшийся в мировой истории, был заложен царем Пергаммы Эуменесом II в 190 году до н.э. По одной из версий, город назван в честь Хейеры, жены Телепа, легендарного основателя царства Пергам. Во времена Римской империи, в состав которой Хейераполис вошел в 133 году до н.э., город получает известность и пользуется большой популярностью у римской аристократии. Построен рядом с термальными источниками, он становится признанным курортом и быстро застраивается помпезными сооружениями, величественными храмами, громадной агорой, банями, амфитеатром и фонтанами. Ну и что интересно, храмы Аполлона часто строились на участках с геологической активностью. Вот, например, один из знаменитых храмов Аполлона в Дельфах. Согласно сейсмологическим исследованиям, храм Аполлона в Хейераполисе также был построен над проходящим под ним разломом, так называемой пещерой Плутония, бога подземного мира. Пещера Плутония, находясь под храмом Аполлона, вела к разлому в верхних слоях земли, откуда в больших объемах выделялся углекислый гад, язовитые испарения и газы, в античные времена используемые жрецами-евнухами культа богини Кибеллы, которым без вреда для здоровья удавалось спускаться сюда. Когда же верующие приходили за предсказаниями, жрец просил бога Аполлона убить птицу. В доказательство своей силы выпускал ее в пещеру. Птица, отравленная углекислым газом, умирала, что и представлялось как свидетельство связи жрецов с божеством. После того, как здесь погибали два немецких туриста, вход в пещеру закрыли железной решеткой. А бассейн Клеопатры – это гигантский бассейн из мрамора с островками, где растут деревья и цветы редких видов. Также поют диковинкиные птицы. Термальные же источники Турции мало знакомы обычному гостю. Традиционно в страну ездят для пляжного отдыха. А между тем, здесь имеются прекрасные бальнеологические курорты. Горячие ключи, насыщенные минеральными солями, вырываются из-под земли, текут по поверхности, охлаждаются, скапливаются в естественных и искусственных бассейнах. И польза от купаний или питья такой воды огромна. Кроме общего улучшения самочувствия, наступает стойкая ремиссия в лечении многих болезней. Уже в I веке до н.э. жителям Каунуса было известно о чудодейственных силах здешних источников. Во времена римского правления здесь была построена грязелечебница. В Турции находится около 1300 горячих источников. Температура источников колебится от 20 до 110 градусов. Но она остывает и спокойно можно лечиться. Турция очень богата на флору и фауну. Ну и что, конечно, интересно, то что вода в Памуккале, обогащенная кальцием, обладает лечебными и омолаживающими свойствами. Скопление 17 уникальных горячих источников с высокой концентрацией оксида кальция позволяет лечить целый спектр заболеваний. Целебные свойства этих вод были известны еще жителями соседнего древнего города Хиераполиса и способствовали строительству большого числа оздоровительных бассейнов с минеральной водой, преимущественно в гостинице. А это я вам показываю нашу диковинку. Для нас диковинка бананы. Хотя сейчас многие наши любители выращивают на окнах у себя, в теплицах уже научились выращивать бананы. Небольшой городок с забавным названием Кудашасы можно назвать одним из самых поэтических уголков Турции. В 14-15 веке мореплаватели из Генуи и Венеции основали торговую гавань к югу от обмелевшего Эпеса и дали ей незатейливое название Новая Пристань, заложив уже фундамент того города, который мы знаем и в наши дни. Это круг ближайший к античному городу Эпес, 21 километр. Рядом находятся развалины одного из семи чудес света храма Артемиды. Друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире!